Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьеву и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Снегопад столетия, как люберецкие коммунальщики справлялись со стихией. Управляющим компаниям в помощь. Наша съемочная группа выехала на улицы города и узнала, как справляются с последствиями снегопада жители. Долой управляющую компанию. Жители Малого Павлина устали терпеть постоянные бытовые неудобства. Почти 400 человек на Малаховском озере. Куда люберчане лыжи навострили? Рекордное за последние 100 лет количество осадков обрушилось на московский регион на минувшей неделе. По данным информационных агентств, выпало 116% от февральской нормы осадков. На борьбу со стихией были брошены силы коммунальных служб, однако справились с этой задачей далеко не все. Так, в люберецкой администрации обсудили проблемы содержания территории и назвали лучшие и худшие управляющие компании. Последние пообещали убрать снег в течение недели. Управление благоустройства провело мониторинг уборки территорий люберецкого округа от снега. В красную зону попали управляющие компании из поселков Малаховка, Октябрьский и Красково. На сегодняшний момент не видно, что данные управляющие организации выходили на уборку. Отдельно остановились на управляющей компании из Малого Павлина. К вашему приезду, Владимир Петрович, который состоялся в субботу, там состоялась уборка и территории городских, и дорог, и придомовых территорий, и площадок, да, то, что было силами и администрации, и также управляющей компании. После того, как вы уехали, сразу вся техника свернулась, и техника уехала. Больше не видели ни дворников, ни техники. Вы в какие сроки разберетесь и ликвидируете вот это все, что происходит от техники? По поставленной силу одной задачи, которая, в принципе, я полагаю, имея все основные блага, сейчас исправлюсь, Малая Павлина, скорее всего, среда к вечеру в этом случае будет готова. Лучшими в ходе проведенного мониторинга были названы «Авангард» из поселка Томилино, а также ЛГЖТ и ЛУК. Перед коммунальщиками сейчас стоит задача приложить максимум усилий к уборке округа. Администрация будет следить за их работой и не даст им расслабиться. У вас есть зона своей ответственности, у вас есть вот этот бизнес, который связан с управлением домами, а также с вывозом снега зимой. Такая, друзья мои, у вас работа. Вы сами в этот бизнес пошли. Извольте эту работу делать добросовестно. Потому что люди платят деньги, и они мне пишут, мы платим деньги добросовестно и большие, куда девают наши деньги. И люди правы. На оперативном заседании присутствовали представители 25 управляющих компаний, а также несколько ЖСК и ТСЖ. Владимир Ружицкий дал указание проследить за качеством работы тех, кто на встрече отсутствовал. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. Как оказалось, хуже всех во время непростых погодных условий приходится жителям новых микрорайонов Люберец. Из обильного снегопада на прошедшей неделе там сложился настоящий транспортный коллапс. Луиза Геозарян продолжит. Фото жителей ЖК Люберцы выложили в социальную сеть в понедельник утром. Причиной такой очереди стало ожидание общественного транспорта. Ожидание маршрутки 12.32 составило более 40 минут. Не дождавшись, вся толпа уговаривала маршрутку номер 40 довезти всех до метро Котельники. Несмотря на решение перевезти во время снегопада в базу маршруток из Мятчикова в Люберце, людям все-таки пришлось потерять время. Из-за сложных погодных условий 56 единиц общественного транспорта встали в пробках. Не только в ЖК Люберц, но и в Москве, и на МКАД наблюдались определенные сбои. Мы мониторим ситуацию, выезжая туда, для того, чтобы решить вопросы, окончать взаимодействие как управляющей компанией, тоже есть проблемы, припаркованного транспорта, который мешает уборке и мешает работе общественного транспорта, и Раменского РАД, который непосредственно занимается уборкой двух улиц. Это улица Барыкина и улица Вертолётная, и Зенецкого шасси. По словам Сергея Плитова, мониторинг работы общественного транспорта в ЖК Люберце будет проходить на постоянной основе, начиная с пяти утра. Напомню, на прошлой неделе глава Люберец Владимир Ужицкий встречался с инициативной группой микрорайона. Компания-перевозчик, обслуживающая эту территорию, увеличила количество маршруток среднего класса, в которых предусмотрено 29 посадочных мест. Луиза Игия Зарян, Дмитрий Родзянко, Сергей Квоздев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Кто-то стоит в очереди на маршрутку, а кому-то в снегопад приходится ездить на электричке. Сотрудники Госатомтехнадзора следят за тем, чтобы налить на лестницах железнодорожных станций убирали вовремя. Как подчеркнула главный инспектор ведомства Татьяна Витушева, платформы и особенно мосты – это места повышенной опасности, где любая нештатная ситуация грозит несчастным случаем. Кстати, всего в Подмосковье в проверочный список вошли более тысячи железнодорожных объектов. После обильных осадков на портал Добродел поступает много жалоб по уборке снега во дворах и на тротуарах, а также вдоль автомобильных дорог и на железнодорожных станциях. Сотрудники регионального Госатомтехнадзора регулярно проводят рейды, выявляя нарушения. Вот лестничные исходы через железнодорожный мост почищены хорошо, до твердого покрытия, на всю ширину. Видно, что обрабатывались противоугольными материалами. Мост уже почищен, но недостаточно хорошо. Достаточно такие неровности, возможно, и падения случайные. Ну, вообще, можно еще чуть-чуть почистить, конечно. Я уже вот по этому краю уже можно подскользнуться, потому что нога-то не встает прямо. Но я приезжаю. Принимаем меры в соответствии с действующим законодательством. Выезжаем на место, осматриваем, фиксируем правонарушения. Есть снег, нет снега. И, соответственно, принимаем уже меры административного воздействия. Стоит отметить, что работы по устранению всех выпавших осадков сейчас много. Перед коммунальщиками стоит задача приложить максимум усилий по уборке Люберецкого округа. Данил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Между тем, неравнодушные жители Люберец на минувшей неделе вышли на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам справиться с рекордным снегопадом. К незапланированному субботнику присоединились и местные депутаты. Своими трудовыми подвигами народные избранники поделились в соцсетях. Давайте посмотрим. Сегодня коммунальная служба как никогда нуждается в вашей помощи и поддержке. Так что, дорогие друзья, вместе мы сила, сила. Поэтому выходите, берите лопаты, вооружайтесь. И давайте вместе сделаем наш город удобным, безопасным и комфортным. Уважаемые друзья, соседи, коллеги, снегопад, он общий, так же, как его, наверное, и уборка. Если мы видим, что не справляются коммунальные службы, давайте присоединяться и все дружно уберем наши территории. Осенне утопающих, дело рук самих утопающих. Добро пожаловать на субботник по уборке снега. Стоит отметить, призывы народных избранников не остались без внимания. Жители городского округа с удовольствием присоединились к общему делу и с пониманием относятся к тому, что коммунальным службам сейчас необходима поддержка. Нормально, убирают все потихоньку. Чего не успевают, мы помогаем. У нас молодцы ребята, жалоб нет. В Жулебино даже выйдите, в котельники пройдите. Нет такой уборки, как здесь. Автомобилистам почаще выходить к своим машинам и очищать их. Напомню, аномальный снегопад обрушился на весь Центральный федеральный округ России. По оценкам Министерства ЖКХ Московской области, потребуется как минимум одна неделя, чтобы убрать во всех муниципальных образованиях выпавший за выходные снег. Снегопад шел практически двое суток без остановки, поэтому и уборка осуществлялась практически без остановки. Ну и вывоз снега сегодня у нас задача по знаковым объектам также сутки. Тем не менее, эта работа шла практически в постоянном режиме. У нас создано в Московской области 226 мест складирования снега и 11 снега в плавильных пунктах. И еще немного позитива в связи со снегопадом. Выпавший снег в Люберцах решили использовать с толком. Управляющие компании сделают во дворах горки для катания и собранного снега. Такую идею предложили в администрации представители местного управления благоустройства. Вместо того, чтобы вывозить собранный снег, управляющим компаниям предложили поступить более изобретательно. Так, крупнейшие предприятия Люберец, Лук и ЛГЖТ сделали из чищенной белоснежной массы горки во дворах на радость жителям. Заснеженные спуски уже появились на улицах космонавтов, шоссейной и на третьем почтовом отделении. Нашли приспособление снегу и обустраивают горки ледяные для детей. Таким образом, нет навалов снега. Только единственное уточнение, чтобы этот снег был без реалиента. Дети очень довольны. Таким образом, мы ликвидируем снег. Навалов нет. И мы даем жителям лишний раз не злиться на нас, не ругаться на то, что у нас навалы, а наоборот. Стоит отметить, что от предприимчивых крупных управляющих компаний не отстают и небольшие такие, как Техстрой. В мини-полисе самоцветы теперь, кроме стандартных игровых комплексов, есть и ледяная горка. Своей фантазией также отличились и жители одного из дворов на Октябрьском проспекте. Собственно, ручно каждый год они возводят целый снежный городок. И еще немного о транспортной ситуации в округе. Жители городка Б просят вернуть 535-й маршрут. Напомню, его отменили совсем недавно в связи с тем, что компании-перевозчику не удалось продлить лицензию в Мособлтрансе. Однако маршрут был удобен и популярен, потому что охватывал два детских сада и две школы. А теперь родители вынуждены передвигаться на такси. Ситуацию прокомментировал Сергей Плитов, начальник управления транспорта Люберецкой администрации. Обслуживался маршрут компании «Ставтранс». Маршрут межсубъектный. Министерством транспорта сейчас мы прорабатываем вопрос завода на этот маршрут другой компании. До конца недели скорректируем существующий маршрут муниципальный. И постараемся «Рантранс» максимально приблизить данный маршрут. Но он единственное будет ходить не на Выхино, а скорее всего в Котельнике. Мы будем следить за развитием событий. Об изменении ситуации расскажем в следующих выпусках. А тем временем жители Малого Павлина страдают без элементарных вещей. Нужны работающие канализации, электричество и новые детские площадки. Долой управляющую компанию. С этими и другими просьбами люди вышли на встречу к Владимиру Ружицкому. Чем закончился визит главы округа в многострадальный жилой комплекс расскажем в нашем следующем сюжете. ЖК Малая Павлина построили в 2013 году. С тех пор туда заселились более полутора тысяч человек. Для обслуживания поселка застройщикам была назначена аффилированная управляющая компания, отношения с которой у жильцов натянулись до предела. Нам были поставлены совсем не те условия, в которые мы вкладывали деньги в строительство этого жилого комплекса. Нет электричества, у нас нет света, у нас нет тепла, у нас нет еды, нет отопления. Плюс это все заливается источными водами. Жители обращались с жалобами в различные инстанции, привлекали внимание через соцсети, пытались достучаться до управляющей компании. Но проблемы как были, так и остались. Визит администрации в поселок стал для них последней надеждой. Мне сантехник сказал, не фотографируй внутри, а там еще хуже. Владимир Ружицкий, осмотрев территорию Малого Павлина, наглядно убедился во всех его недостатках. Где вы были, когда это все началось? Это не дело, у нас дети. Все здесь проблемы связаны с управляющей компанией. Чтобы мы далеко не ходили. Значит, мы ставим задачу, чтобы управляющая компания каким-то образом максимально доработала. Мы ставим задачу забрать ее лицензию, отсюда изгнать вместе с вами, вместе с вами мы изберем новую управляющую компанию. Глава округа назначил ответственных по исполнению всех поставленных задач, а также обозначил сроки, чтобы их выполнить. В свою очередь, застройщикам и управляющей компанией были даны обещания устранить все недочеты и проблемы, а также построить новую детскую площадку. Постараемся до 15 марта, до передачи, все это в надлежащем виде довести силами застройщика за внебюджетные средства. Площадку согласовать, соответственно, Сергей Александрович, достроить. На сегодняшний день принято определенное решение. Значит, будет дано поручение Люберецкому водоканалу анализ, что касается канализования. Значит, у нас есть заговоренности с электросетями именно в летний период. Здесь закольцевать электрическую схему. Сегодня в любом случае эти вопросы надо решать, и мы их решим. Также представителям инициативной группы Малого Павлина пообещали включить их в состав комиссии по решению существующих проблем. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий провел встречу с жителями микрорайона 3-3А. На ней обсудили вопросы расселения аварийных домов. Напомним, сейчас в микрорайоне, который расположен на севере города, проживают порядка трех тысяч жителей. Судьба микрорайона 3-3А решается уже на протяжении долгого времени. Точные стройки застройки пока так и неизвестны. Однако, по словам представителя компании, примерно в мае-июне, после получения разрешительной документации, в течение двух с половиной лет построят первую очередь домов и переселят жителей. Переселение жителей микрорайона 3-3А, я еще помню, говорили даже в советские годы, эта тема имеет такую же длинную седую бороду, поэтому мы в свое время провели ряд процедур. Состоялся аукцион по развитию застроенных территорий. Началась организация, которая этот аукцион выиграла. По результатам аукциона застройщиком микрорайона 3-3А стала крупная строительная компания, которая существует с 2008 года. Так, по плану реконструкции, сносу подлежат 47 аварийных домов. Мы проводили тут уже несколько раз слушание, рассказывали вам, что будет на данном микрорайоне. Еще раз напомню основные показатели данного микрорайона. По данному микрорайону подлежит расселению 51 тысяча квадратных метров жилья ветхого, которое подлежит сносу на данной территории. Расселению первой очереди подлежат первые 6 домов. Она подразумевает строительство около 86 тысяч квадратных метров жилья и около 50 тысяч квадратных метров под парковку и общественные площадки. Вторая очередь – дома с 24 по 26 и третья – все остальные дома микрорайона. Так, жители в основном волновали вопросы, касающиеся сроков и того, что они получат взамен ветхого жилья. Меня интересуют сроки расселения. Вот первые 6 домов приблизительно понятно. Нет, по первым 6 домам понятно. Дальше этап какой будет? По словам застройщика, примерно 8 лет должно уйти на реализацию программы по реконструкции микрорайона. Итогом собрания стало предложение Владимира Ружицкого провести индивидуальную встречу застройщика с жителями первых 6 домов. Так было решено назначить персональное собрание на 14 февраля в 18.00. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В снежное февральское утро на Малаховском озере на лыжи встали почти 400 человек. Дух здорового соперничества и, конечно, отличное настроение так и витали в воздухе. Наша съемочная группа тоже побывала на Люберецкой лыжне 2018. О самом масштабном в округе зимнем спортивном событии расскажем прямо сейчас. Ну что, зима подготовила настоящий сюрприз для сегодняшних участников Люберецкой лыжни. Идет снег, настроение отлично и погода тоже. Давайте узнаем, с каким настроем сегодня пришли участники. Девчонки, привет! Как ваше настроение? Супер! Вообще погода классная, тепло. На победу настроены? Конечно, настроены. Перейдем первые. Вот так бодро и весело участники Люберецкой лыжни ждут начала забега. По традиции он разделен на несколько дистанций. Для самых маленьких это 500 метров. Любители пробегут километр, а профессионалы проверят свои силы на дистанции в 5 километров. Именно ее и выбрал Дмитрий Смирнов. Хотя на вопрос о разряде и спортивных достижениях ответил скромно. Не, я любитель. Чисто на лыжах побегать захотелось с утра. Интересно. Воздухом подышать. С народом пообщаться. Чего пожелаете себе и вашим соперникам? Побед. А вот для еще одного участника забега главы округа Владимира Ружицкого победа не главное. К этому вопросу он подходит философски. Участие это уже победа. Поэтому я не ставлю целью победить. Я ставлю задачу максимальное количество участников. Ну и сам в том числе прямое участие. Эта лыжня, как и предыдущие соревнования, традиционно посвящена памяти олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Алексея Прокуророва. И нашей съемочной группе повезло найти среди почти тысячи человек того, кто знал его лично. Приятный человек был такой. Без таких звездных. Без, ну, не кичил слабый. Вот очень простой, нормальный человек. Валентин Григорьевич Писарев, можно сказать, коллега Алексея Прокуророва. Участвовал во многих соревнованиях, имеет первый разряд по бегу на лыжах. Но после недавнего инсульта это занятие пришлось оставить. Зато свою любовь к зимнему виду спорта Валентин Григорьевич передал своей правнучке Соне. Сегодня он болеет за нее. А вот девочка перед забегом совсем не волнуется. Соня катается на лыжах уже шесть лет, большую часть своей жизни. И, кажется, даже не удивляется, когда приходит на старт первой. Это очень легко. Нужно сильно оттолкнуться руками. Тогда можно стать первой. Победители соревнований получили медали и кубки. Остальные участники – памятные грамоты Люберецкая лыжня-2018. Мария Лапчева, Никита Скраган, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одно торжество ждет нас совсем скоро. В Люберцах отметят Масленицу. Провожать зиму и встречать весну жители округа будут с 12 по 18 февраля. Одной из основных площадок празднований и гуляний станут парки культуры и отдыха. Масленичная неделя в этом году продлится с 12 по 18 февраля. В Люберецком округе с 15.00 пройдут традиционные гуляния в Центральном Наташинском парках, а также в поселках Октябрьский на стадионе Балятина, в парке культуры и отдыха в Малаховке, в сквере Победы в Краскове и в Томилине на улице Гоголя. Для гостей праздника на всех площадках будут проходить развлекательные программы. С 16 по 17 февраля в 11.00 свои двери откроет фестиваль «Ярмарочный балаган». А уже 18 числа на Масленицу на площадках будут организованы театрализованные представления, выступления фольклорных ансамблей и коллективов, традиционные спортивные состязания, а также мастер-классы и выставки народного промысла. Ну а для любителей красивых фотографий на всех площадках будут организованы фотозоны. Завершатся гуляния проводами зимы и традиционным сожжением чучела в 16.00. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Дошкольное учреждение в Любельцах открылось после капитального ремонта. Второй корпус 11-го детского сада подрядчики сделали качественно и оперативно. Как прошло праздничное мероприятие, знает Анна Троян. По нашим традициям шлем гостям всем низкий поклон. Какой ходовой-то? Сами пекли? С хлебом да солью, с традиционно русской душою. Сотрудники обновленного детского сада встречали первых лиц городского округа. А воспитанники учреждения, в свою очередь, в качестве благодарности за комфортные условия, подготовили для них праздничный концерт. А в большом рассаду не до сунского пойдут. Мама раньше разбудит, раньше с нами подведет. Капитально отремонтировать второй корпус 11-го детского сада удалось благодаря губернаторской программе софинансирования. Подрядчик справился с работами всего за два месяца. Все это время малыши с нетерпением ждали открытия в первом и третьем филиалах учреждения. По сути, так если от всего отойти, то почти новый детский садик. Не считая, что он был когда-то построен, но сегодня он обновлен. Поэтому я вас всех поздравляю. Это хорошее дело. Самое доброе пожелание всем. Ну а садику, чтобы он тут расцветал, чтобы детишки радовали, родители были довольны и счастливы. Да, теперь свой любимый детский сад малыши узнают с трудом. Такой ремонт в учреждении прошел впервые за 52 года. Кроме визуально ощутимых косметических работ, рабочие сделали и все коммуникации. Провели горячее водоснабжение, поменяли трубы, окна и многое другое. Расширили медицинский кабинет и реконструировали кухню. Открыли там овощной цех. Сумма ремонта составила около 30 миллионов рублей. Вновь сделана полностью крыша, значит, снята и заново сделана. Значит, полностью был снят забор и новый построен, проведены. Канализация, холодная, горячая вода. Установлена новая сантехника. Проведена полностью заменена вся электрика. Теперь можно с уверенностью сказать, здесь тепло и уютно. Вскоре в учреждении обновят мебель, а также откроют одну ясельную группу. 170 малышей, а это 6 групп и 12 педагогов постепенно вернутся в обновленный корпус в течение недели. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Новый зал для занятий боксом появился в Малаховке. Он стал четвертым по счету у комплексной спортивной школы. Там смогут заниматься почти полсотни воспитанников. А тренировать юных спортсменов будут не только преподаватели муниципального учреждения, но и студенты МГАВКа. Ведь филиал расположился именно на базе Академии физкультуры и спорта. Кто сказал, что бокс – это мужской вид спорта? Ничуть не меньше его любят представительницы слабого пола. Хотя, смотря на то, как спортсменки сражаются в спарринге, сложно назвать их слабыми. Анна Гусакова, к примеру, на ринге с младших классов. Трудный спорт помогает ей быть сильной и выносливой не только физически, но и морально. Малаховский зал девочка перевелась из Раменского района. Здесь больше возможностей. Здесь у меня более сплощенный коллектив. Здесь я смогу добиться своих целей намного быстрее. Сначала было тяжело, да и сейчас не легче. Но когда ты идешь к своей цели, ты готов переступить все. В турнире в честь открытия нового зала по боксу приняли участие самые инициативные воспитанники Малаховки. Их соперниками на ринге стали боксеры из других филиалов комплексной спортивной школы. В новом отделении смогут заниматься 50 ребят от 10 до 18 лет. Сейчас уже набрана половина. С этим важным событием спортсменов поздравил глава Владимир Ужицкий. Подарок он вручил памятные призы и грамоты. Когда студенты, обучаясь в УЗИ, будут где-то их практикой заниматься, вот с молодыми ребятами, с юношами, они будут сами совершенствоваться. А самое главное, они будут вовлекать в спорт наших молодых ребятишек. Инициатором открытия боксерского зала в Мугавке стал директор комплексной спортивной школы. Дмитрий Коровкин и сам когда-то учился в этой академии на тренера. Он фанат бокса и прекрасно знает, как Малаховка и учреждения в целом нуждались именно в таком спортивном помещении. У них здесь есть отделение бокса, они здесь преподают. Но зала бокса не было. Считаюсь с октября, там 4 месяца мы видим уже какой результат. Малаховка это кузница кадров, всероссийская. И здесь иметь зал бокса, я повторяюсь, это большая заслуга. Филиал в Малаховке стал уже четвертым по счету у отделения по боксу комплексной спортивной школы. Зал позволит не только развить этот вид спорта в поселке, но и практиковать свои навыки студентам академии. По словам руководства, такой подход еще сильнее смотивирует ребят добиваться новых успехов. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. На страже детства комиссии по делам несовершеннолетних отметили 100-летний юбилей. На протяжении многих лет эти ведомства работают для того, чтобы помочь детям стать достойными членами общества и защитить их от насилия и жестокости. В Люберцах лучших специалистов комиссии наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мы дети большой страны, солнце над нами, мы вместе и мы сильны. Для этих людей счастье и благополучие детей в округе самое главное. Работе они отдают всех себя, иначе не получается. Ведь в этой сфере равнодушных быть не может. Конечно, в виде такого органа, который не только милует, но может покарать, это такая, вы знаете, сдерживающий фактор для тех семей, которые мы называем, к сожалению, неблагополучные, которые, к сожалению, у нас есть. Но посредством вашей работы их становится меньше, и за это низкий вам поклон и спасибо большое. Сегодня в этом зале не только работники комиссии по делам несовершеннолетних, но и сотрудники социальных служб и образовательных учреждений. Все они пришли поздравить коллег. Здоровье, здоровье, здоровье. Профессионализм у них есть, здоровье, чтобы они были счастливы. Терпение в первую очередь пожелать, поддержать их на их поприще и сказать им самые лучшие слова, потому что, как обычно, это женщины. И, естественно, свою службу они выполняют с большой охотой, и когда мы со своими подопечными обращаемся по каким-то вопросам, они все решаются. Решать проблемы несовершеннолетних, помогать им во всем. Вот их не только профессиональная обязанность, но и гражданский долг, а главная миссия этих людей – защищать детей. Бывает от родителей, от всякого рода насилия, от того, что не знают законов, им приходится разъяснять. Ведь подростки достаточно сейчас начинают очень рано себя чувствовать взрослыми. По словам первого заместителя главы округа Ирины Назаревой, за последние шесть лет уровень подростковой преступности снизился на 42%. Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии, сократилось на 30%. Это труд каждого из вас. И поэтому от того, насколько усердно и хорошо мы выполняем свою работу и относимся внимательно к нашим детям, а это видно по ребенку сразу, от этого в принципе зависит и будущее наших детей. Лучших сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наградили знаками отличия за доблестный труд, а также благодарственными писемами главы городского округа Люберцы. Мария Лапча, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 90 лет исполнилось полковнику милиции в отставке Василию Бурлакову. Он проработал в Люберецком УВД более 36 лет, 15 из которых возглавлял его. Почетного гражданина честовали не только коллеги и бывшие сослуживцы, но и руководство округа. Вы замечательный человек, пример для подражания и отношения к жизни, и отношения к людям, и по долгу своей службы. Это вы очень много сделали для Люберецкого района. Символично, что первым обладателем знака отличия «Благодарю» стал именно этот человек. Действительно, есть множество причин сказать Василию Бурлакову это слово. Свою трудовую жизнь ветеран МВД начал с 14 лет, в самый разгар войны, в 42-м году. Он работал в колхозе, не покладая рук, а всю дальнейшую жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Был у меня дядя, он дружил когда-то, он в органах милиции был. Не знаю почему или по какой случайности он был уволен из милиции. Ну и потом, когда в беседе, он говорит, до сего я времени сожалею. В милиции я был человеком. Вот эти слова «в милиции я был человеком», вот это мне запомнилось. Ну вот я решил поступить в милицию. С выбором Василий Емельянович не ошибся. Благодаря высоким профессиональным качествам ему удалось пройти все ступени этой нелёгкой работы. В середине 70-х, когда Люберецкой милицией руководил Василий Бурлаков, в районе были задержаны и арестованы серийные убийцы. Об этом громком случае сняли документальную программу. Самой ответственной частью своей работы, от которой зависит в целом её успех, полковник милиции в отставке считает управление личным составом. Если сотрудник провинился в чём-то, так, я вызываю его себе, так, вот, начинаю. Я чувствую, я виноват, ты виноват? Виноват. Вот тебе книга, своей собственной рукой пиши о том, что я совершил тогда то-то, и впредь я больше не допущу. Он писал свою, но сотрудники прозвали это «чёрной книгой». А его книга, действительно, книга совести, мы её так назвали, книгой совести. Даже уйдя на заслуженный отдых, Василий Бурлаков не перестал выполнять свою главную миссию – воспитание достойного поколения. Мемориальный комплекс сотрудникам Люберецкой милиции, участникам Великой Отечественной войны, куда в памятные дни приносят цветы и зажигают свечи, открыт под его руководством и непосредственным участием. Луиза Егязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберецкой прокуратуре подвели итоги работы за 2017 год. Там прошёл брифинг для СМИ. Его провёл Люберецкий городской прокурор Александр Саламаткин. По его словам, одними из приоритетных направлений деятельности ведомства по-прежнему остаются вопросы соблюдения жилищных прав граждан и борьба с преступностью. Как отметил Люберецкий городской прокурор Александр Саламаткин, преступность в 2017 году в округе снизилась. Тем не менее, муниципалитет занимает третье место по количеству совершаемых правонарушений после городских округов Балашиха и Одинцова. Всего у нас отмечено 3420 преступлений, что на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произошло снижение на 23% количества тяжких преступлений. Кроме того, на территории округа сократилось количество преступлений в общественных местах, связанных с оборотом наркотиков, а также в сфере экономики. Таких результатов удалось добиться, по словам Александра Саламаткина, благодаря слаженной работе всех правоохранительных органов. Вместе с тем, в прошлом году незначительно выросла подростковая преступность, увеличилось число изнасилований и краж. Наибольшее количество преступлений совершено приезжими из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкий электромеханический завод полностью выплатил задолженность по зарплате своим сотрудникам. Сумма составила более 29 миллионов рублей. Этого удалось достичь в январе благодаря принятым мерам городской прокуратуры. Об этом сообщает местный портал РИАМА. В связи со сложной экономической ситуацией, история с невыплаченными зарплатами на предприятии началась еще два года назад. Так, при проверке Люберецкого электромеханического завода, сотрудники прокуратуры выявили нарушение трудового законодательства. По их факту, в Люберецкий городской суд были направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Отметим, в последние годы в прокуратуру увеличилось количество подобных обращений. Аналогичные нарушения выявили в деятельности и других местных компаний. Также ведомство просит жителей, пострадавших от нерадивых работодателей, обращаться в прокуратуру с просьбой проверки работы предприятий. Даниил Михайлов, Анна Троян, телеканал ЛРТ. На телеканале ЛРТ прошла рабочая встреча Екатерины Дегтяревой и Ефросини Игорь Тимульти, председателей комиссии по миграционной политике, общественных палат Люберец и Подольска. На встрече обсуждали ряд вопросов, касающихся межнациональных отношений. При этом особое внимание уделили проекту новое поколение диаспоральных лидеров Московской области. О нем рассказала Ефросини Игорь Тимульти, которая также является руководителем организации «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов». Отметим, проект был удостоен президентского гранта. Ефросини Игорь Тимульти уже посещала телеканал ЛРТ с важной целью – перенять опыт освещения в СМИ межнациональных вопросов. Сотрудничество между членами общественных палат Подольска и Люберец укрепились благодаря совместной работе. На этот раз встреча началась с подведения итогов 2017 года и планах на 2018-й. Так директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева рассказала коллеге о проекте «Школа добрососедства», реализованном в декабре прошлого года, и поделилась своими впечатлениями. Но они придумали как? Чтобы как раз-таки лидеров религиозных брать, православных лидеров, мусульманских, еврейских. Вот они три лидера садятся за круглым столом и со взрослыми, например, общаются на тему «Что такое добродетель?». То есть они, объясняя что-то или отвечая на вопросы детей, они приводили конкретный жизненный пример. Обсуждая межнациональные отношения, большое внимание на встречу уделили теме миграции. Проект «Новое поколение диаспоральных лидеров Московской области», о котором рассказала гостья, помогает найти граждан, которые будут поддерживать соотечественников и способствовать формированию такой же крепкой гражданской позиции. В результате мы выявим тех активных иностранных граждан и уже граждан Российской Федерации другой национальности, готовых создавать свои проекты, реализовывать их. Очень важно, чтобы часть участников нашего проекта все-таки стали такими активными лидерами Подмосковья, чтобы они, когда будет формироваться следующий созыв общественной палаты, я не исключаю, что некоторые из них подадут своей кандидатурой и станут членами местных муниципальных общественных палат. Это вот мечта такая. Проект состоит из трех этапов. На первом мигранты или граждане России других национальностей подают документы со своими инициативами. Далее после отбора – проведение круглых столов и мастер-классов. И третий этап – презентация победителей и большая пресс-конференция. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Тамеринском центре культуры и семейного дослуга состоялся концерт, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве. На праздник пригласили учащихся 14-й школы. 2 февраля 1943 года завершилось одно из самых ожесточенных сражений во время Великой Отечественной войны. Победа в Сталинградской битве стала судьбоносной. Она изменила ход мировой истории. В очередной раз о мужестве и стойкости советского народа, проявленных в те долгие 200 дней и ночей, напомнили подрастающему поколению. Сотрудники Томилинской библиотеки организовали выставку книг, посвященных этой значимой дате. А солисты Центра культуры и семейного досуга приготовили для учеников 7-х и 8-х классов праздничный концерт. Луизия Гязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 9 февраля состоялось открытие 23-х зимних олимпийских игр, на которых наши, допущенные к участию спортсмены, не смогли выйти под российским флагом. За кого болеете, стоит ли смотреть Олимпиаду вообще? Мы спросили у люберчан в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». 9 февраля открытие олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Однако наши, допущенные спортсмены, выступают под нейтральным флагом, а скандалы вокруг Международного олимпийского комитета не утихают. Что об этом думают жители Люберец? И будут ли они смотреть Олимпиаду 2018? Нет, не буду. Почему? Потому что я не увлекаюсь спортом, я увлекаюсь искусством. Знаешь, ты буду, как получится. Я считаю, что спорт, он всегда вне политики, поэтому в любом случае те спортсмены, которые высказали свое мнение, что независимость от ситуации будут защищать и поедут, я поддерживаю, молодцы. Я не понимаю спорта в качестве сидеть у телевизора с пивом на диване и заниматься таким спортом. А что такое Олимпиада? Ну, Олимпиады соревнуются все. А смотреть выше? И за кого болеть? Из победителей. За наших, как за кого? Болею, конечно же, к сожалению, не за Россию, потому что я из Молдовы, я за Молдову болею. Мы за Россию? Потому что я русский, но буду болеть и за Россию. Вот что может Россия, учитывая все-все-все ограничения, которые были? Не надо было просто баловаться и заигрывать с допингом. Мне кажется, вот сейчас мы увидим настоящую форму, настоящую силу российского спорта. Это тоже как-то несправедливо, люди к этому всю жизнь буквально шли, и тут их так вот сильно ограничили. Я бы на их месте как бы с двойной, ну, обиделся бы, с двойной злостью бы туда поехал, ну и пусть это будет там под Олимпийским флагом, да ничего страшного, все-все прекрасно понимают. Я вот сейчас абсолютно точно уверен, что да, я буду смотреть, мне интересно и я буду болеть. Удачи, счастья, и чтобы точно выиграли. Нашим спортсменам пожелаем что-нибудь? Да. Чего? Скажи, желаю удачи вам всем. Желаю вам удачи всем. Круто. Давай пять. Несмотря на все, большинство будет смотреть зимние Олимпийские игры и болеть за наших. Пожелаем спортсменам побед и удачи. Данил Михайлов, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». И в завершении выпуска. Где можно проголосовать на выборах президента? Этим вопросом сейчас задаются многие. Самый простой вариант – 18 марта отдать свой голос на родном избирательном участке, там, где вы включены в список по месту жительства, указанному в паспорте. Однако в жизни бывают ситуации, когда мы по разным причинам не можем находиться там, где прописано. В этом случае проголосовать на выборах президента можно будет там, где вам удобно. Главное – позаботиться об этом заранее. Граждане России, которые в день голосования будут находиться вне места своей прописки, например, уедут в командировку, отпуск, либо просто живут или временно находятся в другом городе, а также граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут проголосовать по месту своего нахождения. Для этого, начиная с 31 января и по 12 марта, избиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения в любую территориальную избирательную комиссию и многофункциональный центр. Для этого нужно туда обратиться лично с паспортом гражданина Российской Федерации. Еще один вариант – подать заявление через единый портал госуслуг. В этом случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. А с 25 февраля по 12 марта заявление можно будет подать еще и в любой участковой избирательной комиссии. Тогда в заявлении нужно указать тот избирательный участок, где человек будет находиться в день голосования. Соответственно, 18 марта такой избиратель сможет проголосовать на том участке, который был указан у него в отрывном талоне заявления. Само же заявление можно подать только один раз, поэтому избирателю нужно точно определиться, где он будет находиться в день голосования. Если до 12 марта гражданин не знал о своем отъезде или у него была другая уважительная причина, не позволяющая ему подать заявление в срок, то в период с 13 по 17 марта до 14 часов дня он сможет оформить специальное заявление с особым знаком – маркой в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Специальное заявление также даст избирателю возможность проголосовать 18 марта по месту нахождения, но только на том избирательном участке, который ему укажут. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках нашего телеканала, в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова